Сегодня Казахстан до июля становится полноправным членом ВТО, сказал президент, выступая с посланием народу Казахстана. Но одной из главных тем выступления стало преодоление мирового экономического кризиса. Как отметил глава государства, со следующего года международные институты развития прогнозируют ускорение роста казахстанской экономики. Что касается нынешнего мирового кризиса, то он не был неожиданным, и Казахстан принял соответствующую антикризисную программу как упреждающую меру. Нам необходимо восстановить такие темпы роста экономики, которые обеспечат вхождение Казахстана в тридцатку наиболее развитых стран мира. Наверное, кто-то подумает, в такое трудное время он опять ставит эту задачу. Вы же знаете, у меня привычка, всегда трудное время ставят важные большие задачи, и мы всегда с этим справлялись. Мы должны найти новые внутренние источники роста через раскрытие частной инициативы. Новая антикризисная стратегия Казахстана будет опираться на три понятия – рост, реформа и развитие, заявил глава государства. Президент отметил, что в первую очередь речь идет об экономическом росте. По его словам, курс тенге больше не будет поддерживаться за счет средств национального фонда. А Национальный банк должен снизить уровень потребительских цен в среднесрочной перспективе до 4% поручил президент республики. Тем более, что у Казахстана есть внутренние резервы для обеспечения роста экономики. «Надо устранить имеющиеся у Национального банка институциональные дефекты. Из-под его контроля надо вывести Единый пенсионный фонд, фонд проблемных кредитов и другие финансовые институты, и надо банку заниматься своим делом. В 2016 году пенсионные активы должны быть переданы под управление частных казахстанских или иностранных компаний». Поручаю правительству провести полную ревизию всех бюджетных программ. В условиях кризиса важен каждый тенге, сказал президент. Нурсултан Назарбаев поручил усилить антимонопольную деятельность в Казахстане, а также разработать новую карту занятости. «С 2017 года профессионально-техническое образование станет бесплатным», заявил глава государства. А со следующего года зарплаты, соцспособия и стипендии будут увеличены на 30%. «В будущем году будет обеспечено 25% повышение размеров социальных пособий по инвалидности, утере кормильцы, а также стипендий. В 2016 году повышена будет зарплата государственным служащим корпуса Б на 30%.» А пенсии в Казахстане будут индексироваться с 1 января следующего года с опережением инфляции на 2%, сообщил глава государства Нурсултан Назарбаев. Он также поручил правительству разработать новую социальную политику. Роль государства в социальной сфере должна быть ограничена поддержкой только социально уязвимых граждан, сказал президент.